Всем привет! Это Колянный Специалист и это спецвыпуск! С нашей последней встречи на CSBR Records вышло два релиза. Осенью 22-го года вышел сплит галактического чела и CSBR Experience под названием «Гипнотические рифы из гаража». В 23-м году уже вышел альбом «Devil Grass» «Однажды», полностью писать на русском языке. Эти и все остальные релизы CSBR Records можно послушать везде, на всех цифровых площадках, даже тех, которые официально не присутствуют в Российской Федерации. Но мы ими пользуемся, да? Егир. Они были. До релокации успели отыграть «Миллионы лет», «Devil Grass», «Жаба». Раскалялись стены гаража «Сакрифус», «За Реид», «Фу Манки», «Блэк Аспири», «Мелан Холли», «Акапи Бас Драйвл», «Даниил Босак Бэнд», «Джанки Магглз», «Райд оф Йо Лайф», «Тель Сотас», «Сандербитс», «Хэксинг Блад», «Турбогроб», «Блашет Каларс». Ну, конечно же, галактический чел. Дебютировали «Ваджайна», «Причиндалы». И впервые в Клешне сыграли «Небула», «Камс Уит» и «Сахар на Человекушку». Все время существовали Клешни, мы пытались как-то договориться. Все такие «Да, да, да, давайте, обязательно, обязательно». И вот, «Девять лет Клешне» и все, они как-то не состыковывались. И, наконец, в этом году получились. Отлично, кстати, отличное мероприятие было. Ну, и немножечко диджей Мунски тоже была, Катя Ратнер играла, Александр Торпедовский, АК-диджей Геленджик. Ну, и джемы, 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 много джемов, конечно. Вот даже без них, без хороших, плохих, средних, запоминающихся, ну и проходных. Несмотря на большой отток музыкантов из-за релокации, музыка продолжает жить, концерты идут. Парни играют, девчонки тоже играют. В общем, подримся, держимся. Плейлисты на Spotify и ВКонтакте продолжают обновляться. На сайте CSBR Club появляются статьи, рекомендации с подборками знаковых треков, рифов от известных андеграундных представителей, музыкантов. Серега провел полноценное обновление комнаты ветерана, теперь потолок не падает, стены как новенький, и свет, вообще все кайф. Серега, респект, тебе просто сердце душа. Надежда бодро заменила релокцированного Виктора Американца, так что фото поступает, и вы по-прежнему можете наблюдать свои прекрасные, красивейшие лица в фотоформатах. Фотоформат, цифровой формат. Фуманки продолжают презентовать видосы со студии Life Records, они прикольные нам ковырят Фуманчу. Картинка приятная, звук вообще кайфовый. Ребята молодцы, то что решили серьезно взяться за этот концепт. А Джанки Магл затезерили нам заизовочки нового материала, даже немного мемного. Будем ждать полноценного релиза, который они тоже записали на Крауш Рекордс. Конечно, главный факап это отток как аудитории, так и музыкантов из-за мерзких событий. Вот кажется, только начали группа восстанавливаться, да только все, ладно, все. Играем, надо продолжать играть, сохранять культуру, нас не сломить. И тут бам, опять, просто на днище, каждый раз, только-только-только, и опять. Да что ж такое, для всех отдувается Денис Макеев, который тянет 3-4 проекта, и с ним на пару тоже Вальтер, тоже 3-4 проекта тянут. Что бы мы без вас делали? Конечно, по весне текущая крышка и избыточная влажность в подвале, они тоже немного омрачают. Но ладно, с этим справимся, у нас сильная команда. 22-й год мы закончили в небольшом плюсе, благодаря донату на 50К, который, кстати, пошел на продувку и обновление отопительной системы, а также на ремонт ком-то ветеранов. Но 23-й год пока идет в нехорошем минусе, как раз в минус 50К. В принципе, конечно, ничего не удивительного, такой отток музыкантов и аудитории, плюс инфляция. Надеюсь, как-нибудь продержимся, как-нибудь выкарапываемся. На дворе в конце концов уже весна начинается, с собой время ходить в гаражи, покупать пеное, да, иначе... иначе никак. 23 марта выходит дебютный альбом московской формации Bajina, который изначально создавался как такая психотерапия для вокалистки, но раз подтянулся знакомый барабанчик, подтянулся гитарист, и нифига себе уже такой мащенецкий слаж проект, который находит отклик в сердцах слушателей, что не может не радовать. В конце концов, у каждого из нас есть такой или иной заговор. В марте трибют, дуэт, SoFly и Fulmanche, значит, прокатились по стране, сыграли концерт в Ярославле, будут играть в Москве 17 марта в бункере. Или уже сыграют, если они успеют смонтировать. Всячески надо будет посетить, уговорить, послушать. Я думаю, уже очень хорошо вообще, что продолжается такая, как бы, нет привозов, но мы и сами гораздо генерировать контент. Пусть и не авторский. 18 марта эти дров приезжают в Клешню, традиционно, кстати, весной. 1 апреля причиндала всех зовут в Клешню, хорошее, веселое мероприятие, да и дата хорошая, конечно, приятная. И 20 числа апреля обязательно что-нибудь будет по теме, как же, пусить такую, ознаменательную дату. Ну и думаю, если все будет хорошо, если получится, с дюжем обязательно летом Palm Desert Tribute, надо закрепить результат. Таталл у нас не Короля Гига, не ССБР Феста, не Сил Рифа, но где-то мы должны держаться. Также мы планируем предоставить новейший продукт, сезонный пропуск, обладатель которого получает гарантированную скидку в Клешне. А также возможность поддержать любимый гараж, чтобы у нас уже был гарантированный какой-то запас кэша, который мы могли бы спокойно тратить на аренду. А не думали, где бабки, бабки либовские, где бабки. Короче, еще один повод, shut up and take my money. На этом все. Постарайтесь не ругаться друг друга, беречь друг друга. Ну а если уж конфликт произошел, обязательно в Клешню добавляйте без негатива. С вами был Калин Специалист, не для богатства и славы, но ради кайфа и наследия. Крапстоун бад ракинг! Увидимся! Когда увидимся!